Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим невероятно красивый и очень вкусный шоколадный торт. Влажный шоколадный бисквит в сочетании с творожным кремом на сливках делает этот торт нежным, несухим и просто с невероятным шоколадным вкусом. Такой торт, несомненно, украсит ваш праздничный стол и порадует гостей своим вкусом. Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать на мой канал! Добавляю растительное масло без запаха и перемешиваю миксером на средних оборотах буквально полминутки. Готово! Отставляю желтки пока в сторону. В чистую и сухую чашу миксера отправляю белки. Добавляю щепотку соли и взбиваю на средних оборотах до образования легкой воздушной пены на поверхности. После чего начинаю добавлять сахар в 3-4 этапа небольшими порциями. После того, как весь сахар добавлен, увеличиваю скорость и взбиваю белки до крепких пиков. Вот такая плотная и воздушная масса у вас должна получиться. Перехожу к замесу теста на бисквит. По очереди начинаю добавлять муку и белки в желтковую массу, хорошо размешивая лопаткой движениями снизу вверх. Поднимайте тесто снизу, чтобы у вас не оставалось неразмешанных комочков муки. Тесто на бисквит готово. Вот такое оно должно получиться. Выпекать я буду в форме диаметром 18 см. Донышко необходимо застелить пергаментом, бока не нужно ничем смазывать. Перекладываю тесто. И отправляю бисквит выпекаться в духовку, разогретую до 175 градусов примерно на 40-45 минут. Бисквит готов. Вот такой пышный он получается. Даю ему немного остыть и достану из формы. Бисквит немного остыл. Беру нож и прохожусь по бортикам. Посмотрите, насколько высокий и пышный получается бисквит. Кладу на решетку донышком вверх. И оставляю его в таком положении до полного остывания. Друзья, мой бисквит полностью остыл. Вот такой вот он после остывания. Чтобы бисквит легко разрезался и меньше крошился, ему необходимо хорошо отлежаться. Для этого обворачиваю его в пищевую пленку. И оставляю в холодильнике на 5-6 часов. Но лучше, конечно, оставить на ночь. Еще один такой же бисквит я испекла немного раньше. Разрезала его на 3 коржа, чтобы на видео вам показать, какой же бисквит получается в разрезе. Вот такой слегка влажный, пористый и воздушный бисквит получается внутри. Как вы видите, коржи в руках не разламываются, сильно не крошатся и прекрасно держат свою форму. Подготовим крем для торта. Для него мне понадобится 200 г сливочного масла жирностью не менее 82%. 360 г творога жирность 9%. Черный шоколад 110 г. Сахарная пудра и сливки жирностью не менее 33%. Переливаю сливки в сотейник и отправляю на плиту. Их необходимо хорошо нагреть. Доводить до кипения сливки не нужно. Также их можно нагреть просто в микроволновке. Горячие сливки выливаю в шоколад. Хорошо перемешаю и отставляю в сторону, чтобы шоколад полностью растаял. Дальше беру творог. Для этого крема я вам советую взять именно такой в бумажных брикетах, чтобы крем получился гладкий и красивый. Хорошо пробиваю погружным блендером. Через сито пропускать творог для этого рецепта я не рекомендую, потому как в креме останутся крупинки. Вот такая гладкая творожная масса у вас должна получиться. Шоколадную массу периодически помешивайте, чтобы все крупинки шоколада хорошо растворились. Видите, у меня еще остались небольшие кусочки шоколада. Поэтому хорошо перемешиваю и снова отставляю в сторону. Беру сливочное масло и добавляю в него сахарную пудру. Чтобы при взбивании пудра не разлетелась по всей кухне, слегка проминаю масло венчиками-миксером. Изначально взбиваю миксером на невысоких оборотах буквально одну минуту, чтобы ингредиенты хорошо соединились между собой. Далее ставлю скорость максимальную и взбиваю, чтобы масло побелело и стало пышным. Периодически останавливаю работу миксера и лопаткой хорошо зачищаю стенки посуды, чтобы масло взбивалось равномерно. Вот такая воздушная и пышная масса у вас должна получиться. Дальше поэтапно начинаю вводить творог. Примерно по 2 столовых ложки. Делаю это миксером на минимальных оборотах. Следующую порцию добавляю тогда, когда предыдущая полностью соединилась с маслом. После того, как ввели весь творог, останавливаю работу миксера, хорошо лопаткой зачищаю донышко и стенки посуды. И снова перемешиваю на минимальных оборотах, чтобы масса была однородной. Вот такая пышная, гладкая у вас должна получиться масса. Шоколад хорошо растворился, и вот такая гладкая и блестящая получается масса. Если ваша шоколадная масса до сих пор теплая, остудите ее до комнатной температуры. Добавляю в основную массу и снова перемешиваю миксером на минимальных оборотах, чтобы все ингредиенты хорошо соединились между собой. Обязательно хотя бы один раз остановите работу миксера и хорошо зачистите стенки посуды, чтобы крем был однородным. Крем готов. Вот такой пышный и воздушный он получается. Перекладываю в кондитерский мешок и можно приступать к сборке торта. Собирать торт буду в разъемном кольце. Диаметр установила 18 см. Бортики необходимо простелить ацетатной лентой. Выкладываю крем. Напомню, что бисквит я не пропитываю сиропом, потому как он и так довольно влажный. Аккуратно разравниваю лопаткой. Сверху накрываю вторым коржом. Слегка придавливаю бисквит кончиками пальцев и сверху выкладываю крем. Снова разравниваю лопаткой и накрываю последним коржом. Также аккуратно укладываю его, прижимая кончиками пальцев. Сверху закрываю пищевой пленкой, чтобы бисквит не заветрился и на поверхности не появилась жесткая корочка. Дальше отправляю торт в холодильник, чтобы он хорошо стабилизировался. Примерно на 6-8 часов. Лучше, конечно, оставить на ночь. Мой торт простоял в холодильнике целую ночь. И перед тем, как его достать, необходимо подготовить крем для покрытия торта. Для него мне понадобится 170 г сливочного масла жирностью 82%, 200 г сгущенки, и 90 г растопленного черного шоколада. Шоколад можно растопить на водяной бане, либо же в микроволновке короткими импульсами. Первым этапом необходимо взбить сливочное масло в белую пышную массу. Делаю это обычным миксером на высоких оборотах. Периодически останавливаю работу миксера и зачищаю стенки посуды, чтобы масло взбивалось равномерно. Вот такая пышная и воздушная масса у вас должна получиться. Продолжаю работу миксером на средних оборотах, начинаю вводить сгущенку. Делаю это в несколько этапов. Следующую порцию ввожу, когда предыдущая полностью соединилась с маслом. После того, как ввели всю сгущенку, хорошо зачищаю стенки посуды и взбиваю массу на высоких оборотах буквально полминутки. Вот такой пышный и воздушный уже получается крем. Следующим этапом добавляю растопленный шоколад. Он обязательно должен остыть до комнатной температуры. Теплый шоколад в крем добавлять нельзя. И просто перемешиваю миксером на минимальных оборотах. Взбивать уже ничего не нужно. Вот такой красивый и воздушный крем получается. Несколько ложек крема откладываю для украшения торта. Я достала торт из холодильника, извлекла из формы и, как вы видите, он прекрасно стабилизировался. Теперь покрываю его кремом. Выравниваю торт кондитерским шпателем. После того, как выровняли торт, украшайте его по своему вкусу. Вот такой невероятно красивый у меня получился торт. Теперь нужно, чтобы крем хорошо стабилизировался. Поэтому отправляю торт в холодильник примерно на полчаса. Друзья, мой торт стабилизировался. Я его вот так немного украсила. И теперь давайте его разрежем. И вот такой невероятно красивый торт получается в разрезе. Влажный шоколадный бисквит в сочетании с творожным кремом на сливках делает этот торт нежным, не сухим и просто с потрясающим шоколадным вкусом. Такой бесподобный торт, несомненно, станет украшением вашего праздничного стола. И, как вы видели, готовить его совсем не сложно. Поэтому обязательно пробуйте и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Всем удачи, всем пока!